Я хотел поделиться опытом. Сегодня 24 июля 2017 года в поселок Потеряевка, Мамутовск, район Алтайского края. Вот в военном училище я вел занятия и по указанию, или как сказать, по расположению генерал-полковника Пьянкова Бориса Мне многое выдали, когда расформировали это высшее авиационное училище города Барнаула. И мне достались вот эти палатки. Вот это два на два. Военная плащ-палатка. Военная плащ-палатка. Ну это можно шить, купить вот сверху дыры, которые залатали. Такая, чтобы вода не проникала. Палатки же шьют. Вот я исхожу из того, что два на два. Что нужно? Как спастись от жары, от дождя, от паутов, от комаров, от мошек? Ну нас сюда привозят на легковой. Роман, малыш. Я беру с собой две палатки. У меня есть они. Ну на краях у них такие вот отверстия, клюзы называются. По всем четырем углам. И мало того, еще и петельки посередине. Вот. Ну и показываю я колышки. Ну как заколотишь. Над землей четверть привязывать не выше пяти сантиметров. Привязывать. От земли не выше пять сантиметров. А остальное на всякий случай. В зависимости от погоды. Я стал привязывать выше, ниже. Были вначале высоко. Ветер дунул. Дождь захлестывает туда. Нет. Привязывать нужно очень низко. Вот она как выглядит. Я отхожу на расстоянии десяти метров. У меня с собой лопата. Вот она какая. Смотреть-то не на что. Но она совершенно непромокаемая. В жару можно отдохнуть и уснуть. Ни одного паута нет. Вот. Когда показываешь. Ну, я не знаю на что обратить внимание. Вот посередине, значит, по углам. Два на два метра. Колышки забил. Колышки обыкновенные вырезал. Тут рядом растут кусты. Ветла. Вот здесь вот. Ну, и заострил. И делать нечего. Пошкурил их. Переезжая на другое место. Все это взял с собой. Значит, восемь колышков. И посередине колышек. Расстояние его. Ну, высота его, допустим, полметра. Не больше. Залажу я. Вот здесь петелька маленькая. Так. С растяжкой. Тут замотана она вот так. А посередине вот. С такой растяжкой. Она маленько хлюпает. Чтобы можно было залезть. Я показывал вчера. Я заложу туда, внутрь. И там вторая палатка. Я на нее ложусь на один край. Под себя там костюмы. Вот у меня там. Володя мне выдал. Сейчас я разверну, покажу. Никого нету снимать-то. Новая клеенка. Обыкновенная клеенка. И я ее на себя натягиваю. Если капля дождя какая-то проникнет, то с клеенки она скатится. Все. Вот я босиком там или в резиновых сапогах. Ну, когда дождь, что бывает, ноги наружу покажутся. Пауту пускают. Паута интересная. 5 сантиметров вполне можно залететь. Мошка, комара нету. Вот я сейчас говорю, ветер дует. Видите, погода какая. Там опять что-то поморок. Как раз заморощало на здоровье. Попутно показать. Это вот деревня. Издалека, видать, тут батюшкин дом. Рядом там храм. Ну, руки дрожат, поэтому прошу простить. Иначе никакой не будет съемки. Сейчас приезжал начальник, который снабжает горючим. Все по-хорошему у нас. Вот. Это второй мостик. И там дальше видно. Вот. Бульдозер. Вот это вот озеро настоящее. 3,5 метра глубина. Сегодня тут еще никто не купался. Как мы подняли насыпь. Подняли ее на метры больше. Даже больше. Но там он после кустов на снижение пошло. Еще будет выше поднимать. Все это, конечно, обходится в копеечку. Вот он работает у меня. В день набирается 14 часов. По полтора. Полторы тысячи за час. Вот и считай. Неделю. Еще умножь на 7. И куда оно потянет. Ну, вообще-то солидно. Но по-другому никак. Меня спрашивают. А деньги где? Кто финансирует? Господь Бог. Он богатый. Бог. Богатый. Корень богатый. Ну, вы как-то на Бога мне говорят. Ну, не верующий. Ты не веришь. Спросил, я ответил. Как? Денег нету. Сама потеряевка не вкладывает ни рубля. В общей сложности то, что делает для лагеря здесь. За последние три года мне пришлось сложить больше миллиона. А денег никаких нету. Не воруем. Притом не прошу. Самое главное. Только молюсь. Молюсь и вот так получается. Сами вдруг вызвались из Испании. Католики. Стали православными, похоже. Другой раз из Италии. Он приехал, крещение принимает. Помогли что-то. Ну, вот так вот люди каким-то образом узнают и спрашивают. Деньги нужны? Нужны, я говорю, куда. Отчет никакой не даю. Кроме того, что когда деньги даем, то мы все снимаем. Показываем из рук в руки. Если нам отпустили, дали деньги. Вот из Испании прислали там Ирма. Купить кухонную, чтобы была духовка и все. И мы как покупаем, как платим деньги в касте, как привозим, как устанавливаем. Все снимаем. И человек видит прозрачно. Каждый день я выставляю 10-12 роликов. Вот сейчас показываю, как палатка. Вот так. И ветерок поддувает. Это чем-то напоминает строительство на верчной мерзлоте. Дома там поддувают под них. Их стоят на этих. Как на колях каких. Это вот примерно такое же самое. И прохладно. И жару нету. И паутов нету. И дождь не попадает. Клеенка обязательно на тот случай, что если будет палатка, промокать. Вторая палатка. Одна сторона у меня подо мной. А другой я, два же метра. А другой вокруг оборачиваюсь. Ну, кроме того, у меня есть еще и запасное. В прошлый раз я показывал шитость. Сейчас я один. Снимать неудобно. Но если бы кто-то еще был, то было бы проще. Вот я сейчас покажу. Это опять же из такой материи. Палаточной. Вот. Сейчас, минутку. Где-то она у меня здесь есть. Вот она где. Вот. Как ее показать? Как в виде шлема сшита. А тут затягивается. И сетка. Вот такой размер ее. 20 на 20. Нет, так по высоте-то 25 примерно будет. Вот и все. Обыкновенная сетка на окна натягивает. Я ее надеваю. Дышать легко. Мошка не укусит. Бывает так. Если ветер, то нет никакой мошкары. А без ветра может и залететь. Поэтому тоже обдумано как. Кроме того, у меня с собой рукавички. Раз рукавички надел, такой же из этой материи, она не прокусывается. Вот показал две палатки. На каком уровне от земли завязки вплотную 2 на 2 метра. Отстоят угловые. Сама палатка 2 на 2 метра. Ну и посередине захватываем. С той стороны, где мне придется быть, поднимать немножко. То вот так вот завязываю. Неплотно. Что можно придвинуть чуть повыше. Это видно как. Просто обхвачено и все. А в другом месте тут. Вот привязанное. Вот здесь тоже так же сделано. Тут я пролажу. Вот в этот. Пока это вторая палатка, которая там есть. И вообще, днем ложиться здесь неудобно. Но только залез туда, сон одолевает. Ничего не могу сделать. Поэтому сегодня в двух местах сделал так, чтобы сидя, полусидя, как на диване. Вырубаю. Здесь вольдезера были. То есть по обстановке надо смотреть. В земле вырубаю сиденье. И чтобы откинуть все. Опять же, у меня лопата с собой. Ну, лопата. И вот такая вот тоже отесанная палочка. Метра. Метр двадцать, метр тридцать. Это палатки, когда нужно сушить. Здесь вбиваю рядом с собой топорик. Топориком забиваю. Вот эти колышки очень острые. Легко выдергиваются и легко забиваются. Диаметр, ну сколько? Диаметр колышка. Три миллиметра. Три сантиметра, примерно. Да меньше даже. Меньше. Два с половиной, наверное. Два. Вот так вот. Пожалуйста. Костюм под голову. С тобой всегда съем видеоаппарат. Это в отдельной сумке. Вот сейчас больдозерист тут работает. Вот он. Виктор. Звать его. Виктор второй. Первый у нас это Савченко. Вот так. И нас малыш сюда отвозит. Роман. Я с собой уберу. Туда и обратно увожу. Вот все, что здесь есть. Колышки остаются так вбитые. Когда будем переходить на новый объект, ну тогда заберу, чтобы их не делать. Они готовы. И нетрудно их взять. Внутрь забивается. Там меньше 20 сантиметров. И очень прочно стоят. Топорик маленький. Маленький топорик. Этот топор с нами проехал от Владивостока. Сейчас посмотрю, где он есть или нет. Ага, вот он. От Владивостока до Лиссабона и Прибалтика. И везде был. Вот он как. Это то ли поврежденный был, то ли еще. Ну маленький четверть. С топорищем 35 сантиметров примерно. 35. Ну и так сантиметров он 17 лезвия. Вот такой топорик тяжелый и легко. Ну тут расклинено. То есть серьезно надо делать. Не так, что вначале в воду плюхнулся, отлетел. Лопата всегда натащенная и брусок с собой потащить. Лопата должна как бритва быть. Бывает крапива. Я только размахиваю, как литовка. И косой-то. И она вся валится вокруг. То есть бока у лопаты тоже заострено будет. Ну здесь чистим лезвие ножа. И там железо все по железу не то что все согнули. Но все равно я как пройдет какой-то момент начинаю точить. Люблю, чтобы инструмент был в силе. Ну вот так все пока. Вопросов нет. Блин. Блин. Блин.